Им и были отданы корты на два дня. Правда, участников было немного – 11. Не смогли приехать гости из Владивостока. Зато прибыли теннисисты из находки. Причем соперники они сильные и составили серьезную конкуренцию местным игрокам. В первой игре, конечно, я пойду, потому что там немного еще был не подготовлен к этому противнику. А в этой было очень легко. Только под конец уже было, расслабился и начал пойдувать. Сезон большого тенниса только начинается. К тому же в Уссурийске в развитии этого вида спорта был существенный перерыв. Только в прошлом году открылись новые корты и секции начали потихоньку заполняться. Зимнее помещение уже пришло в негодность. Поэтому у детей в распоряжении только паркет спортзала. У нас в городе дети занимаются в спортзале. Пока они еще не вышли на открытые площадки. Но турнир, естественно, проводится здесь, потому что при такой базе это было бы преступлением не использовать ее. Переход из залов на улицу влияет на уровень игроков. Им приходится заново привыкать к условиям солнца, ветра и покрытия площадки. К тому же погода в Приморье не калифорнийская. Частые дожди загоняют ребят обратно в залы. Дезориентация очень большая. Адаптация к улице должна быть. Потому что выброс мяча. Очень часто мяч находится в воздухе напротив солнца. И они теряются. Обратили внимание, практически все в кепках играют. Поэтому очень сложный этот момент именно перехода с зала в улицу. По итогам двух дней соревнований уссурийские теннисисты стали обладателями нескольких наград. Золотую медаль заработал Максим Сухомлинов, серебряную Алина Зимина и бронзу Александр Угольков. Ближайшие соревнования по теннису в Уссурийске пройдут 6 и 7 июля. Играть будут ветеранские пары.